я теряю интерес ответы на вопросы Петрович, есть ли у вас что-нибудь про лечение аутоиммунных заболеваний я не знаю таких заболеваний можно придумать все что угодно выдать это наукообразное заявление такое лечиться и не лечить вот если бы они знали что аутоиммунные болезни есть и они как-то там лечатся и люди так не спрашивали было бы другое дело а так можно придумать все что угодно и я как-то в этом деле участвовать не хочу поэтому я ответил я таких болезней не знаю что такое цитварное семя я где-то читал что существует особый сорт полыни цитварной растущей только в кризисе насколько я помню эту статью давно читала есть такая полынь цитварная что касается вот смотрите вот действительно есть полыний полыний огромное количество видов и некоторые из них больше действуют на паразитов другие меньше действуют то есть полынь это считается классическим противопаразитарным средством ну вот в интернете имеется такая информация что цитварное семя это сушеные цветки полыни в корзиночках и все и отвалите и я взял вот это вот и бряхнул а вот у нее все-таки докопалось что существует мол цитварная полынь которая более от паразитов применяется и растет она где-то там в степях киргизии там или еще я не знаю где там она растет то есть есть да действительно цитварное семя отдельно если так вот взять цитварная полынь которая по каким-то там параметрам отличается то есть вот в интернете к чему я это все веду в интернете могут просто сделать отписку как насчет вот этих вот аутоиммунных заболеваний то же самое могут сделать официальная медицина то что не лечится и все что там у этого там нашего тренера по баскетболу или волейболу что мол рассеянный склероз рассеянный склероз ой-ой-ой ай-ой-ой он не лечится и все позвольте все лечится если вы не знаете как это лечится зачем это в голову дал другим людям что это не лечится что-то там сложил лапки нафиг и жди когда тебя закопают кстати насчет полыни все думали 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 как малярию победить по-моему раза три дали Нобелевскую премию за то что было открыто средство по лечению малярии все потому что в Юго-Восточной Азии малярия там косить будь здоров народ и потом оказалось что все эти средства которые придумали вот трижды там придумали что-то там они не работают и наконец-таки вроде как дали четвертую китаянке которая нашла рецепт там в каком-то там травнике в котором уже где-то две с половиной тысячи лет назад насколько я могу помнить уже было написано что применяли от малярии соответствующий вид полыни так вот она из этого рецепта сделала какие-то там вытяжки и так далее опробовала что действительно работает так люди знали две с половиной тысячи лет назад как лечится малярия а сейчас до сих пор не знает вот все ищут дают премию потом начинают лечить а она оказывается не лечится вот я и о том говорю насчет всего этого аутоиммунных заболеваний рассеянного склероза и еще там чего-либо еще так приятный такой вопрос вы сейчас на LS430 там ездите да я езжу и на нем и на LX надоест мне на черной машине я сажусь на белую надоело на белую сажусь на черную не люблю однообразие насчет бицепсов значит класс нетравоопасно именно акцент идет да акцент идет прекрасный и кстати вот сейчас вот я позвали меня там гири по ветерану я начал этими гирьками первую тренировочку я еще как-то выдержал так легенько ну я уже себя знаю так сама начала вторую там ну я бы не сказал что я что-либо прибавил трах-бах под лопаткой раз защемила закусила дальше во время тренировки опа уже по этой же левой стороне стрельба хнула там вниз и все и мои тренировки с гирями кончились потому что рывковые движения а вот я уже понимаю а с возрастом все эти связки мышцы насколько они готовы их надо было вообще с пустыми с пустыми руками делать просто это упражнение имитировать чтобы подготовить немножко а то может быть и не надо этого было делать вот рад тому что я хожу а теперь опять я начинаю выбираться из из того во что себя загнал ну вот мих мишкин чего начать тадикамп или тадиклак вот я отвечаю то есть полнейшее полнейшее это непонимание вопроса непонимание из-за того что человек вообще не знаком с темой начинает начинать с керосина и то и другое на керосине и если взять этот тадикамп или тадиклак вот процентом отношения вот допустим и то и другое там ну вот действует 100% так вот Заходите, смотрите. Далее, если вам этого мало, вы опять-таки заходите в каждом видео, я говорю, вот она же библиотека, заходите, читайте там, то, что я там написал по очищению организма, собирал там, сам пробовал, как и что. Ещё эффективнее масло с лимоном. Эффект чистки печени заключается в предварительной подготовке, которая называется смягчение организма. Вот я сейчас подхожу следующим образом. Я сразу же представляю печень. Так как я видел, что выходит из печени. Выходит разного рода, похожее на воск, такие воскоподобные там вещества, камушки. Они даже имеют в ряде случаев, как слепки сосудов. То есть, вот смотрите, камушки или конгломераты, сгустки. То есть желчь по каким-то причинам там сгустилась и образовались конгломераты. Так вот эти конгломераты, они образуются в желчном пузыре, из-за того, что желчь слишком густая. Ну, не буду говорить, как её сделать там более жидкой. Скажу, то, что образуются там камушки, они начинают приобретать вид сначала такие бурые, как пластилин. Как пластилин. Есть, значит, как бы сказать, более молодые, они имеют цвет бутылочного стекла. Тоже такие мягенькие, знаете, как бы слепленные. То есть, вот эти вот цвет бутылочного стекла, такие зеленоватые, тёмно-зелёные. Далее уже серые. Вот, и в зависимости, размер там разный. Вплоть до того, что начинается там, ну, будем говорить, покажу на ногтях, допустим, от мизинца и кончая вот такие вот гельбики есть. И все они проходят. Почему? Потому что желчные протоки, хотя они имеют там малый диаметр, но они снабжены мышцами, которые могут расширяться до двух сантиметров в диаметре. То есть, вот с такого они только оп, расширились и создаётся давление до атмосферы, которое проталкивает. То есть, вот эти вот все какие-то камни непонятливые, вот это вот, это выходит с желчного пузыря. Но есть такие камушки, которые цветом напоминают такие, знаете, салатный цвет, ярко такой, знаете, ярко-зелёный цвет. Хочу вам показать, не найдут такого цвета. Ну, будем говорить, вот примерно как вот на этой книге цвет, только ещё, то есть, изумрудная такая зелень, изумрудная. И они имеют вид слепков. Вот эти вот, которые имеют вид слепков, это уже отложилось в протоках печени. Теперь вот, я вам описал вот всё это, то, что я видел, и то, что я представляю, где что находится. Вот для того, чтобы, как бы сказать, вот эти шлаки, которые приобрели вид уже конгломератов, которые стали такие, такие уплотнённые, и естественно, они распёрли вот эти вот там сосуды в печени, жёлчные эти протоки, их там просто так не, не это, не выгонишь. Для этого ещё древние знали, понимали и знали, что надо применять смягчение организма, которая заключалась бы в том, что вот это всё, что твёрдое, слежалось, спрессовалось, более-менее стало текучим. То есть, эффект заключается не в масле, не в лимоне, не ещё там, чтобы она там пропихнулась, а он заключается в том, чтобы вы примерно в течение недели, желательно двух, а то трёх, парились, принимали такую пищу, которая бы вот эти шлаки сделала более текучими, смогла как-то их растворить. То есть, это именно, в этом заключается секрет чистки печени, особенно чистки печени. И в этом уже заключается секрет чистки организма вообще. Что за счёт смягчения, каждая клеточка, те шлаки, которые в ней находились, она должна их отдать. Это, будем говорить, происходит не сразу. Это процесс, целый процесс, который должен произойти. Он занимает какое-то время. То есть, в течение вот этого определённого времени вы должны соблюдать определённые действия, которые я описал в своих книгах, которые я выстроил бесплатно для чтения, обозрения, и которые я намереваюсь сделать платными, закрыть нафиг эту библиотеку, потому что нифига туда не заходят, а вот это одно там спрашивают. То есть, есть продукт, вот, пожалуйста, читайте, за бабосики. Бабосики небольшие будут. Не хотите бесплатно, значит, придётся платно. Нет, смотрите там в интернете фиг знает чего. Только, только. Вот что-то работает, а что-то не работает. И кто-то может объяснить, и кто-то не может объяснить. Ищите этих людей. Их полным-полно вообще-то. Найдите там человека, и пусть он вам там разъясняет. С лимоном, без лимона, масло такое, масло сякое. То есть, всё это описано. И я так лишний раз подчеркну. Эффект чистки заключается, вообще любой чистки заключается, в предварительном смягчении организма. Ну и что дальше? Что дальше? А это иммунитет про иммунитет. Это статья про иммунитет. Я бы назвал такую, знаете, по-простому. Это козырнейшая статья, которая поможет вам восстановить практически здоровье. Есть статьи разные. Есть рецептик, знаете. А есть такая хорошая, основополагающая информация в виде статьи. Я уже её, помимо того, что написал, я уже её рассказал. Чтоб вы ещё послушали там. Просмотровал, ну кот наплакал. Я просто-напросто, видите, уже убрал эту рояльку свою, а поставил сканер, и я сейчас занимаюсь сканируемой книгой для того, чтобы делать то, что интересно. А получается вот эта энергозатратная вещь, которая, вот я скажу самое главное, не приносит мне морального удовлетворения. Из-за того, что просто она оказалась не нужной. Но я-то знаю, что это нужно. Да. Но вам она не нужна, понимаете. Ну, не созрели. Ну, что ж, не созрели. Вот информация там будет висеть. Я немножечко там буду добавлять. Начал я опять потихонечку заниматься книгами, готовлю новую информацию. Ну, вот так вот как-то. Объяснять то, что было уже написано 20 раз объяснено, переговорено, и уподобляться просто-напросто ретранслятору какому-то. Ну, у меня что-то это, рука не поднимается. Я знаю, что я могу более эффективно использовать, тратить свое время во всех отношениях с пульсой. И для себя, и для других. А так, и самое интересное, и более проще. И более проще. Вот есть такие вещи, конечно, их можно как-то проще там сказать, но, тем не менее, вот я, что касается чистки печени, вам рассказал, проще, может быть, оно и бывает. Когда ангел Господень подойдет вам, то как, опа, и заменил вам все тело. Ну, это как-то надо заслужить. Это надо вообще по-другому жить, чтобы заслужить. А если ангел Господень к вам не подходит, то тогда используйте свой собственный ум, воспользуйтесь умом тех, кто уже это все прошел там. Но еще более проще, еще более проще. И это во всем, вот эта простота. И вот эта простота, получается, хуже воровства. Вы себя обворовываете, ищите какую-то простоту, легкость. И вот этот весь интернет пестрит, пестрит. За два дня, или вот это ты будешь есть, если будешь постоянно здоровым, там, это съешь, у тебя кишечник там будет работать, это съешь, и еще что-то. Не во всех случаях рецепты работают. Поэтому их огромное количество, что они прикладываются к конкретному случаю. А если этого конкретного случая нет, а рецепт вроде как на чистку печени есть, но он не сработает, или сработает не так, как бы вам это хотелось. Чтобы вот так, вот такая, опа! Потом такая, опа! И печень чистая. А вы знаете, я знаю, что такое чистая печь. Когда я почистился вот как раз четыре раза, по долям, одна доля очищается, плюс предварительная подготовка, так сразу же, лет двадцать, а мне тогда было где-то под сорокет, наверное, сбрасывается, тело становится совершенно иное. То есть я знаю, как сам процесс чистки, я знаю, и что после чистки этой происходит, как вы себя, если сделаете правильно, будете чувствовать. А если вы это вот так вот, что-то там такое, да вы такого и не почувствуете, скажите, вот кто-то что-то там обманывает. То есть лет двадцать так только улетело. У меня тогда где-то сорокалетнего, когда я там все сделал. Ну вот такой вот разговор. Вот такой вот разговор состоялся. Я понимаю, что есть люди, которые хотят по-настоящему знать, но и как раз эти люди, они любят читать. Да, есть там лекции интересные, там и послушать, но в основном любят почитать. А наговорено здесь, знаете, огромное количество. Огромное количество наговорено, ненужного, а в некоторых вещах даже вредного. И вот эта вся новизна, знаете, мода или еще что-то такое, человек востокаливает, а, 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 вот, 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 вот. В основе жизни человека, стоят неизменные фундаментальные биологические законы, придерживаясь которых, вы будете здоровы. И знания по ним уже даны. А все, что вот новое, ах, 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 ну, как насчет лечения малярии. Три раза дали Нобелевскую премию сначала. Раз дали через какое-то время, дали еще раз через какое-то время, дали еще раз. А оно ничего не работает. То есть так, как люди хотели, оно не работает. И вот уже четвертый раз на основе той полыни, которую знали две с половиной тысячи лет назад. Ну, вот такой вот разговор у нас оказался. Я к нему шел, шел давно, глядя на вот эти все эти подписки и вопросы. Знания есть уникальные на этом канале. В библиотеке то же самое. Я же по ним восстановил свое собственное здоровье и продолжаю поддерживать. И хочу дальше идти. Потому что жизнь приносит новые задачи, которые требуют решения. Ну, я примерно вот так думаю. Я вас всех люблю. Но, но, более проще, это не на моем канале. Более качественно, более грамотно, более, более, тщательнее, чтобы все было известно и более эффективно, эффективно. Вот это на моем канале. А всю простота и быстрота это ищите на других каналах. Ну, вот. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok